всем привет с вами андрей у нас патусный так вот советует разработчика свойства раздражению также влечь в стату появления монстров ну да собственно то есть вокруг вас будет большое количество монстров появляться вне зоны вашей видимости этот талант очень сильно он также вешают его орки шаманы если не ошибаюсь на вас также этот талант может большом количестве временно временной промежуток когда вы сидите либо разделайте труп вашей расы когда у вас нет каннибализма таланты каннибализма имеется ввиду собственно мы находимся давайте вы чтобы имели представление где мы что мы и так далее мы на 20 20 уровень у нас мужчина человек монах просто там у нас большинство 2020 кроме харизмы ловкости у нас на 25 магия у нас 201 здоровье 198 питание 460 и карма 1500 скорость у нас 8 и 8 атака 15 защита 62 сопротивление все кроме распада распаду с 92 по талантам у нас и не видим уже не стойкость замедленное пищеварение каннибализм контроль превращения контроль телепортации конфликтность мерцание отклонение отражения оценка подсматривание поиск полет превращения предупреждение проворство прыжки и свободы действий скользкий скрытность спасение жизни легенда телепатия телепортацию скользание ясность собственно вот такие вот маска ланта и некоторые временные некоторые из них постоянный временная из них у нас конфликтность это в виде кольца представлены также у нас свобододействие тоже присутствует как временная на самом деле ее нужно постоянно спасение жизни она в лимон еще будет временная она виде амулета представлена таланту скользания и ясность у нас при плащ и на глазах собственно бедя очков представлены а по навыкам у нас чемпионы на доспехах все кроме тяжелых длинные копии тоже чемпион копия обычный чемпион рукопашный бой чемпион речество на уровне чемпион эксперт ограждения эксперт вылов эксперт предсказания чемпион очарования чемпион некромантия преобразование на уровне умелый специалист в ремесле чтение на уровне мастера верховая езда также на уровне мастера и ловушки на уровне чемпиона а рядом с нами ездовой питомец наш боевой конь он травоядный у него скорость 90 на него бесит проворство у него сопротивление вытягивания силы кислота 51 окаменение 50 сопротивления огонь сон холод шок яд это на сто процентов то он тоже не стойкость контроль превращение кого перепортации невидимость отклонения полет регенерации здоровья у него два временных таланта это контроль превращения и регенерации здоровья все остальные у него постоянные защита 39 у него мастер в легких доспехах чтение и плавание на уровне неумелый средние доспехи и тяжелые на уровне умелый он бьет 32 38 удара у него коллище дробящий на нем висит эффект проворотства мы собственно в прошлой серии мы получили но в одной из прошлых серий мы получили собственно так называемое письмо с печатью которая позволяет нам свалить с этого уровня как можно быстрее этот предмет который нам позволит просто выйти отсюда и закончить игру чем мы сейчас и будем заниматься мы просто выходим мы на 33 уровне в данный момент каждый элемент средних доспехов делает на вас на 0 25 пункт медленнее когда вы имеете навыка и он вас не замедляет когда у вас этот навык присутствует что воскресший дракон почему я и не люблю драконов потому что они любят воскрешать это древний серебряный дракон если не ошибаюсь а это древние белые у него холод и ледяная сфера это очень больно без контроля особо действий это очень больно давайте его замедлим то что у него была возможность его убить у него очень сильная защита это прям как крындец какой-то дракон потерял испуг нам нужно ему выдохнуть повторно обратите внимание он потерял испуг из-за этого на нас напали сферы что мы не можем драконов загеноцидить потому что он восставший вот видите то есть у восставших уже нельзя загеноцидить можно загеноцидить всех кроме вас можно загеноцидить всех кроме вас обратите внимание он постоянно кастует и он очень быстро теряет испуг что прям он прямо на нем вообще не держится давайте дадим ему еще раз видос посмотрим на сколько он на него вы сами все видите то есть испуг на него всего лишь на 11 пунктов идет хотя все прописан ужас тут гораздо больше убили мы восставшего дракона на самом деле драконы очень сильные особенно древние это прямо откровенно полная опа две из самых мерзких существ которых вообще присутствует это огненный гигант он на самом деле ничем особо не примечательный давайте дадим ему отступление все сферы об нас будут убиваться просто нужно рядом с этими сферами постоять прекрасный мифриловый доспех конечно нам очень нужен убьем этого гуля это был гуль маг восстановим себе какое-то количество здоровья магического магической силы и так далее гули есть не стоит потому что они являются нежитью мы нашли выход нам нет смысла тут задерживаться давайте выйдем мы на тридцать втором уровне а карма может быть потеряна когда вы атакуете нейтральных существ либо убиваете союзников тут очень много пайков как вы можете увидеть драться конечно тут со всеми не получится так же все восставшие существа так же присутствует пурпурный червячок а я на самом деле паспорт мобов он если у вас нет вот он собственно пурпурный червячок если у вас нету дадим всем ужас для того чтобы они от нас отступили наш боевой конь потерял проворст давайте мы его вернем талант ускорения надо значит просто отсюда выйти нам как вы видите очень много мобов тут комната пайков так называемая очень больно бьет это животное несчастное давайте его убьем по-быстрому чтобы он не отсвечивал и будем пытаться продвигаться убьем пайков пайки очень больно бьет они являются мимиками так называемой озвучшей едой нам дали окаменение не нам а наши лошади из-за этого у нас на восемь ходов нам крайне некомфортно резервный пайок давайте его сведим пакет пурпурная гнига пакет гнида пурпурная я ей не успел дать ужас она меня проглотила она скорее всего убьет нашу лошадь тут я уже ни хрена сделать магонов чтобы она вас не проглатывала вам нужно использовать талант замедленное пищеварение у меня он есть но на лошадь он видимо не распространяется как вы видите я урон не получил чтобы большей степени лошадь что именно не в основном испуг очень мало мало дает почему-то хотя очень высокий уровень так как вы видите он прям минималочку вписывает очень плохо опять нас пурпурная гнида съела брауни за респауна вот тут очень много мобов и даже порой непонятно что куда лучше идти мы убили требуху штормовый гигант он очень больно бьет по нашей защите он не должен сильно ударить но за коня я больше переживаю опять же требуха агрессивная на самом деле для нас требуха не страшна нам страшны другие мобы которые здесь присутствуют в частности вот эта давайте вылечим теневой волк ящеры и возможно шагарат несчастный шагарат лучше держаться подальше у меня в прошлый раз чуть не убил поэтому от него лучше держаться подальше это высокоуровневый пожиратель по идее чуть сильнее чем пурпурный червячок поэтому от него лучше держаться подальше эльф нас видит поэтому он приполз к нам сразу же но он сам себя и убьет требуха он напал на требуху и требуха у требухи выбрал давайте сагрим оба друг на друга горгулья убила этого горгулья сильнее гиганты явно это очень плохо нам нужно дать им значит кубус вампир будем бить вампира светом вампир убил эту горгулью вампир очень быстрый чтобы его убить нам нужно использовать замедление мы убили вампира установим все магический потенциал для того чтобы мы были способны что-либо делать нас эльфы видят всегда потому что у них стоит темное зрение собственно не только эльфы нас видят как вы видите это восставший эльф то есть у него есть навык видения невидимого темное зрение то есть он нас видит в любом случае за счет темного зрения но он не особо сильный потому что мы с эльфами вместе с вами встречались уже не особо они сильные к шагороду мы не подходим потому что это крайне сильное существо он сейчас дриаду убьет дриада не сможет ищем где у нас выход подберемся с пайками похоже дело пока ищем выход надо мастодонта переагрить на тролля чтобы они между собой дрались ну это так называемого слона переагрить ну да мастодонт его зовут мастодонт восставший на самом деле конфликт очень силен на этой версии потому что конфликт убьет большинство мобов они друг от друга просто убьются ядовитая зарядка вставала на нас ноги ну для нас у нас присутствует иммунитет к яду поэтому нам все равно держимся подальше от мастодонта для того чтобы он нас не убил точнее не нас не убил а то чтобы не убил нашу лошадь нас скорее всего не сможет убить вот нашу лошадь он сможет убить обезвредили водяную ловушку почему здесь она оказалась потому что здесь была дриада вернем ее к жизни потому что дриада все таки это наш союзник она превратилась в форму союзника и они подерутся между собой мимо проскальзываем их постараемся по возможности никого не агрить мобы и так на нас агрятся поэтому нам нет смысла он кого-то еще лишний раз агрится да, ликроту ядом кто-то скастовал призыв на этот это видимо да, это вождь ящер в общем гнида еще та но ящер вождь он по сути сам себя и убьет потому что он скастовал призыв на себя это огромное количество мобов из-за того что они все дружи сюда пришли мы убили ящер вождя у него есть книга ледяных сфер также опознание снятие чар, свет и вода эти ледяные сферы возьмем безмятежный сон не стоит брать и вода в любом случае будут драться не с нами за исключением есть только и здесь кого бить если не кого бить по понятным причинам они будут бить именно вас потому что они не найдут никого больше дадим им удос для того чтобы они нас не беспокоили двигаемся дальше наша задача найти выход с текущей ревитации очень много мобов из-за этого нам крайне некомфортно мы убили остальное дело для нас она в принципе не особо страшна была огромное количество мобов которые я вижу могут уберуться между собой из-за этого тут прям огромное количество мобов дадим им ужас не подползает гнол воин дадим им ужас чтобы он к вам не подполз ищем выход нашли зелья с нами подобрали его видим скорпиона нам бы в идеале скорпиона переагрить на дадим им смол на оккультиста прям идеальное решение будет для нас непромокаемый плащ палочки копания тут огромное количество всех мобов нам бы в идеале как-нибудь найти выход отсюда убили скорпиона причем он восставший то есть на него не работают приручения оккультисты депортировался но оккультисты сейчас должны были добить пчел она в любом случае призовет мобов но тишина с нее не сработает поэтому на самом деле это очень плохо сделано потому что у нее должна была сработать тишина но она не работает берем сейчас мимиками а великан очень много народа убил ищем выход как мы помним у нас стоит кликнуть поэтому большинство мобов не будут на нас агриться они будут агриться на ближайшем поэтому нам нужно просто их умело ухаживать и найти выход с этого мирования потому что мобов откровенно до хрена пытаемся убить астральное дело заедем дальше уволим себя лечение немножко тролль все таки к нам приполз давайте его убьем ну в этом зер змея поможет давайте просто дождем змея его убили а мы убили змею один из самых сильных мобов который тут присутствует который 100% забьет большинство асфикс у него окаменение поэтому большинство мобов он убьет в любом случае поэтому от него нужно держаться подальше и давать ему страх для того чтобы он сам бил большинство мобов чтобы мы об них руки не морали паёк еще один мы нашли выход нам нужно просто убить последнего паёка мы будем выходить очень больно убьют мимики особенно по мобу по нашему ездовому животному мы можем выходить на 31 этаж нам нужно просто как можно быстрее спуститься как можно ниже для того чтобы мобы ослабли давайте посмотрим тут много ящериц и все хорошо тут главное к шагороду не подходить как вы видите с левой стороны ему нельзя подходить просто если вы к нему подойдете это будет все печальный завод как вы помните в одной серии он меня убил в гигантскую водку в гигантскую водку убил добили второго добили еще одного это вождь судя по внешнему виду он призвал много народу сюда поэтому сейчас они друг друга будут убивать вождь не особо страшный потому что у вас есть конфликт и за счет конфликта мобы между собой будут драться нужно просто в момент поймать чтобы они друг друга убили и грубо говоря поддамажить тех мобы которые то есть добить тех мобов которых они просто не добили драконщик по внешнему виду он не особо сильный но непонятно что он из себя представляет к огородку ни в коем случае подходить не стоит потому что ничего хорошего с вами не будет когда он к нему подползет смель который у нас в любом случае вид неусомное зрение ну вот дракончик собственно давайте посмотрим что это за дракон это молодой белый дракон ну белый скорее всего бьет холодом для нас он в принципе не особо должен быть страшен давайте не дадим тьму он очень быстро бегает восставших не взятки поэтому в этом вопросе конечно мы очень сильно мы проседаем убили восставшего дракона белого давайте его следим стал немножко сытым огур ничем не примечательный это обычный огур то есть он скорее даже сомнительный один из самых опасных мобов лекрота нужно дождаться пока ее убьют в обязательном порядке это точнее не лекрота это снимающий чары один из самых опасных мобов его нужно дождаться пока его убьют обязательно потому что снимающий чары снимет чары с вашей экипировки можно можно конечно геноцидить мобов то есть вот например сейчас но опять же насколько вам это будет эффективно вот еще вопрос король огур для нас он в принципе тоже не страшно если он может призовет кого-то это его самого же и убьет потому что у нас стоит конфликтный а огры просто между собой будут драться таланты конфликта важно встать удачно потому что если вы неудачно встанете огры будут атаковать именно вас а не кого-то другого что вам это не нужно поэтому очень важно встать удачно так чтобы атаковали друг друга на самом раздамажив хп друг друга тем самым вы просто потом оставки добьете поэтому говоря конфликтности можно большинство пройти сложных боев потому что даже сильные враги будут подвержены конфликтности и из-за этого большинство то ваших врагов просто будет убиваться друг об друга а вы просто поделитесь с победителем ищем выход пока мы его не нашли ищем как говорил шигород нельзя подходить ни в коем случае делать что угодно но к нему не подходите вообще к пожирателям не стоит подходить потому что ну пожиратели сильные мобы достаточно как вы видели мы используем талант перцания для того чтобы просто пройти сквозь стену еще один дракон не спящий не будем его трогать нам он не нужен минотавр проснулся дракон кстати спит пускай спит на самом деле их можно большинство мобов можно усыпить вот например можно того же минотавра усыпить но он будет спать почему можно потому что нет сопротивления к основе минотавр очень больно бьет но это минотавр ослабленная версия не пускай они просто стоят на 59 ходов спят это если не ошибаюсь фазирующий паук он ничем для нас особо не страшен но он опять же он восставший соответственно он погиб слона мы бить по понятным причинам не будем слон очень тяжелый в плане ударов по нашему боевому коню это будет очень больно мы получили 21 уровень персонажа и нашли сразу сходу выход на сухом релан давайте из него это восставший василиск на самом деле у василиск очень опасный моб его есть ни в коем случае нельзя потому что если вы сидите василиска вы закончитесь моментально заточение в статуи это по сути моментальная смерть мы нашли выход с этого этажа давайте пойдем дальше тридцатый этаж благо нам дают возможность подвигаться заточение в статуи это по сути мгновенная смерть потому что в большинстве случаев заточение в статуи это просто ну вы по сути умирали вы бросились в статуи а статуя ничего не сможет делать просто если не ошибаюсь то есть этот бешеный волк поэтому его стоит убить особенно если снизить это красный дракон молодой он сейчас просто нам помог убил одного из наших врагов конечно эти пронзатели слабы против драконов но в любом случае это хорошо то что они между собой дерутся те же драконы потому что они ну по понятным причинам древний дракон выглядит у молодого но в львов начинаем с ними драться что более эффективно давайте посмотрим есть ли у него контроль ко сну у него иммунитет к магии иммунитет к магии это получается его нельзя очистить приручить у него также иммунитет к магии мы неудачно стали как видите у нас как три моба атакует он на себя скастовал отклонение но отклонение ему не поможет отклонение оно в дальнем бою работает но так же отклонение дает плюс 2 единицы по щитам пускаем на себя лечение потому что бы наша лошадь не погибла не очень больно бьет мы убили зеленого дракона точнее не зеленого а золотого дракона восставшего он дает талант окаменения но нам не нужно окаменение но можно именно распад распад тоже дают по идее должны давать желтые драконы но и этот тип как видите тут присутствует единорог единорог у нас в принципе не актуален единорог с большинством большинство богов будет сильнее потому что у него высокая скорость его можно законтролить и просто убить например через солнце как видите пронзателей тут очень много один из самых нервных мобов это дудоед огур вот так называемый маг он превратился сейчас в деву он не мог любого другого человека превратиться из-за этого видите он превратился обратно вот он то есть у него есть контроль у него видите навыки гримуар превращения тем самым он постоянно будет превращаться в кого-то он является его оставшим соответственно приручить его не получится его убили потому что это было ожидаемо тут очень много урона идет когда вы поднимаетесь вам нужно загеноцидить все трупы иначе у вас получится так что все трупы просто встанут и из-за этого они будут являться восставшими и не подвержены приручению если хотите геноцидить кого то это стоит делать именно на выходе как мы называем на восхождении для того чтобы вам по вас просто не отвлекали от восхождения по понятной причине водных мобов мы трогать не будем это виверна восставшая виверна достаточно сильная она бьет отравлением если не сопротивляется яд на самом деле отравление это очень классная способность если есть такая возможность самому кастовать это отравление это очень сильная способность она по сути говоря убивает цель если та цель не сопротивляется яду это шикарная способность я сколько раз играл есть такой кинжал который тоже бьет ядом и который тоже вешает на врагов отравление артефактная вещь это шикарная я через нее играл возможно вы видели в прошлом прохождении это просто шикарная вещь я рекомендую играть через нее особенно очень сильно она будет играться если у врагов нет контроля не имеется ввиду в защите от яда то это просто вообще избивание будет врагов а враги при этом вам ничего не смогут сделать мы бьем именно тролля а не панзателя потому что тролль тут толще у него и присутствует регенерация из-за этого нам он более опасен кентавр собственно восставший а кентавра нужно замедлять для того чтобы его вообще можно было убить в идеале конечно чтобы он сагрился на кого-то еще как вы видите кентавр очень больно бьет ищет единиц урона по защите коня это прям очень много нам дали ошеломление на коня это очень плохо скастуем на себя исселение для того чтобы снять ошеломление давайте съедим горного кентавра чтобы наш тест наш пока ушел мы просто не хотели кушать давайте убьем пронзателя наша задача найти выход отсюда быстрый способ конечно можно было бы использовать но у нас выход обычный как объяснить обычный то есть у нас он не магический был бы выход магический то мы могли бы использовать пики золота в конфузии но у нас выход магический поэтому мы не можем использовать пики золота точнее как сказать мы их можем использовать но для нас они будут бесполезны потому что в большинстве случаев ничем они для нас будут не перемечать нет тут никого нету циклоп дерется с этим ну давайте замедлим циклопа давайте посмотрим к чему у него нет сопротивления у него сопротивление окаменения талант свобода действия и ясность то есть его нельзя законтролить из-за этого он ужасен но его можно усыпить что мы собственно сейчас будем делать бомбить у этого усыпления из-за того что у него так контроль на замедление нам придется постоянно его усыплять потому что контроль сна никто не отменял а у него нет контроля сна тем самым он не сопротивляется ему давайте полечимся усыпим циклопа для того чтобы нанести вот эту завершающую еду уйдем в тень от него для того чтобы мы могли полечиться если у мобов нет сопротивления ко сну вы можете их усыпить большинство если у них есть сопротивление ко сну тогда вы можете просто их не знаю в ужас кинуть если они сопротивляются так же и ужасу и сну ну вы можете что-то например конфликт между собой и им поставить вот например вот это не скрижающий это обычный бормоглот он очень силен в плане того что он может много урона нанести но зачем нам с ним драться если мы можем просто его обойти наше удача найти выход с текущей локации поэтому нам можно использовать любого метода для того чтобы выйти отсюда в идеале конечно используют метод обнаружения карты но карту нам не дадут открыть собственно вампир который сейчас будет агриться на всех подряд кроме нас потому что вампир является вас ставшим скорее всего вампир нас судя по всему не видит а тут важно не напасть на пожирателей пожиратели пожиратели очень много урона нанесут собственно монах погиб аббат точнее его звали пловец его убил а 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 ל- to Вы видели, он сам на себя скастовал этот. На цыгана нужно кидать тишину для того, чтобы он не призвал еще народ. Но, с другой стороны, его же этот народ и убьет, поэтому... Если он призовет, для него же он же. Вот, например, тот же единорог. Обратите внимание, тут важно понять, кому нужно давать муд, кому не нужно давать муд. Вот, например, у него призыв и телепортация есть. То есть, в принципе, для нас он не особо страшный. Ну, призовет он там десятки мобов. Но для нас они не будут критичны, потому что мобы будут сами себя убивать. По идее, тут можно вообще слепым ходить, потому что мобы огромные тонны. И вы как раз будете плюс-минус видеть всех мобов, которые здесь присутствуют. Троль с кем-то дерется, опять же. Я пока не нашел выход. Будем искать его дальше. Все дерутся со всеми, а благодаря этому хаосу мы можем спокойно ходить и не переживать за то, что нам нанесут много урона. кто-то пользуется ударной магией, я до сих пор не нашел выход. Я практически всю карту открыл, но не нашел выход, что удивительно. Давайте посмотрим, как слон с этим носорогом сражаются. Кто из них победит? Ну, понятно, что победит слон, но, опять же, там еще присутствует тигра. Давайте посмотрим из-за боя с тигром. Тигра-слон. Слон выиграл, опять же, у всех. С кем он поражался? Ну, слон медленный, но он, скажем так, больно бьющее чудо. Снизу идет слон. Давайте мы даем аж тужу, чтобы он нас не пытался бить. Полечим наши ищем выход. Мы нашли выход замечательный. Нас пытаются атаковать, но мы игнорируем их. Собственно, пришли на 29-й уже этаж, это хорошо. В идеале вообще спуститься ниже 20-го, тогда будет более-менее спокойно. Как вы видите, она нас, опять же, нападает требуха. Ну, у нас требуха не особо страшна, поэтому пропускаем требуху. Она, конечно, больно бьет, но не прям вау. Требуха это хорошо, всегда будет что поесть, давайте поедим. По крайней мере, наш персонаж не погибнет с голоду. Тогер маг. Что-то он не превращается ни на что. Удивительно. Теневой огар, он обычно что-то превращается, точнее, огар маг. Он что-то превращается, и когда он превращается во что-то, уже становится попроще драться. Можно, конечно, скаскануть на себя заклинание картографии, либо используется кстати говоря, сильных существ очень хорошо работает яд, если нет защиты от яда. Против них он прямо шикарно работает. Давайте с костюм картографиям возможно у нас тут немножко скорость. Как вы видите, карту нам открывают кусочками, то есть нам это особо погоду не сделало, нам не повезло в общем. Возможно, это и третий раз повезет. Как вы видите, нам особо не повезло даже третий раз. Кастовать просто картографию очень часто придется из-за того, что блокировка висит на выход. На самом деле тут важнее просто свалить на с высоких уровней чем быстрее вы это сделаете, вам комфортно будет драться, потому что на высоких уровнях всегда присутствуют сильные моглы. Такие как демоны, драконы высокоуровневые и так далее. А на низких уровнях вы может кого-то и встретите, но не настолько сильного а прям вау. Поэтому вас даже просто свалить как можно быстрее с этого. с высоких уровней и все, и на этом все и закончится. Когда вы свалитесь с высоких уровней, бьющую электричеством саму себя. Вот почему очень важен талант отражения, потому что по сути дело сама себя и убила. Мы ее очень мало наносим урона, но у нас присутствует талант отражения. Из-за этого по сути дело сама себя и бьет. Электричеством как бы это смешно не звучало, но оно по сути сама себя и убило. как нашли выход. Королева пауков убьем, что она сам не ухла. Хотя 28 этаж вместе с пауками прогуляемся. За использование элементов успеха без навыка налагается штраф в минус 1 защита. королева пауков будет респаум пауков и пока эти пауки не убьют. Блин! Что вы понимали это самый опасный моб который здесь присутствует. Видите желтенького лепрекончика это самый мерзкий моб. А самое обидное что у него не работает этот контроль. поэтому у него оживление вещей есть. Оживление вещей это очень опасная хреновина. Рывом очень грязи делает. Поэтому очень важно с тем лепреконом вообще не встречаться. Дроу один из самых полезных в плане лука мобов. Вот собственно про какого лепрекона я вам говорил. У него контроль терпортации, мерцание, оживление предметов, усыпление. На самом деле он нам по сути нифрена не должен сделать. Если дать ему например рюмис, он на него действует. И пускай он бежит. просто все остальные лепреконы не сильно критичны. что можно золото тоже самое убрать из открытого инвентаря. И они ну что они попытаются сделать. Ну а дальше то что? То есть они ничего и толком вам не сделают. А вот тот лепрекон давайте уберем золото в сумку для того чтобы он даже не пытался к нам подползать. Убираем сумку хранения ищем где у нас золото убираем его. Нам важно чтобы лепрекон от нас просто не свалил. Когда мы будем с ним драться как я говорил ранее тут конечно это мерзкое существо. Наша удача просто между мобами бегать грубо говоря и при этом чтобы остальные мобы друг об друг вдомажились. То есть нам по сути особо-то думать не надо. Это спаум с огромная тонна пауков. Нам же это наоборот в плюс потому что они не распалывались потому что они все дружно помогут забить королеву. Как вы видите защита очень слабая постоянно проседает. 39 пунктов которые присутствуют такие копейки вот смотрите у коня защита уже 40 но на самом деле это копейки все равно вообще ни о чем чтобы вы понимали 40 сладенько пол получше чем больше чем больше вы защиты будете иметь тем для вас комфортнее будет идти. Металлический голем точнее мифриловый к ним вообще нельзя подходить потому что он кидает распад мифриловый голем вот точнее не распад он расколбовывает ценность это мерзкий талант я на самом деле один из самых мерзких пытались 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 качали экипировку а он взял ее и сломал все ну не знаю что может еще более мерзкое мы не можем перепрыгнуть скорее всего большое расстояние скорее всего сможем прокопать давайте попробуем прокопать ну да посмотрим что будет при том убили для одного лепрекона на самом деле у нас лепреконы не страшны единственное только для нас вот этот беленький лепрекон страшен потому что этот лепрекон по сути говоря нас может и шлепнуть единственный у него оживление предметов которые на нас потом но из-за того что стоит конфликт оживленные предметы будут просто против него же самого нападать следующий этап ну тут как вы видите очень быстро пробежали его 26 ага ясно это скорее всего дублирующий этаж то есть мы на нем скорее всего надолго застрянем потому что здесь очень много выходов то есть вы видите здесь выход но скорее всего выход этот настоящий я так думаю потому что просто я так думаю такого просто не может быть хотя нет нам повезло просто я сталкивался с тем что выходов было очень много то есть как бы вход один а выходов прямо очень огромное количество и разработчик в этом вопросе конечно юмор ну оживленные стены ну на самом деле они ничем особо не примечательные если к ним не подходить вплотную то вы от них сможете свалить их вот эти вот стены оживленные их используют я использую для прокачки оружия удобный моб очень мало урона выносит это один из восставший гнол шаман давайте ему дадим тишину чтобы он ничего на нас не кастовал он улетел от нас шаман наступил ловушку наступил просто в ловушку и улетел огромное количество ловушек на текущем уровне одна из наверное самых мелких ловушек которые здесь есть это ловушка оживления предметов с левой стороны кентавр давайте дадим ему ужас кентавр решил самовыпили правильно сделал на самом деле тут очень большое количество ловушек для обычных мобов которые присутствуют на том уровне на котором они присутствуют для них это огромное количество ловушек поэтому в большинстве случаев обратите внимание оркапитан призвал на помощь себе еще орков но на самом деле орки не критичны они сами делают а это не оркапитан это ловушка призывающая если судя по звуку поэтому сейчас там и нам скорее всего примерно плюс-минус туда надо идти ну вот собственно выход банку нам не дали а со скользкой ловушки падает с редким шансом баночка для банка смазки которую можно использовать для смазки всего снаряжения полезная вещь огромное количество собственно стен на самом деле стены не особо страшные как я говорил ранее они конечно больно бьют но не критично для вас для нас самое страшное это наверное оживление вещей либо разочаровывание экипировки а все остальные для нас в принципе не особо страшные поэтому ну либо чтобы если они коня убьют то есть очень большое урона лицо очень тяжело будет бить а все остальные для нас в принципе особо не страшные восставшая экипировка скорее всего нет я уверена она ничего не дала давайте поищем посмотрим где у нас тут что наш начинать найти выход по возможности сделать это как можно быстрее чтобы не тратить ни союни ваше время как видите стены тут с ума сходят но за счет таланта верцания мы можем перепрыгивать через стены даже поэтому для нас в принципе это не критично нам единственное нужно просто найти отсюда выход челечок конечно очень опасен а к священнику нельзя подходить потому что священник у нас тоже сагрится как и все остальные могут а если он налад сагрится вам ничего хорошего от этого не будет собственно я не нашел пока выхода возможно где-то сверху как вы видите стены очень больно бьют но они очень медленные тут видите если их еще замедлить то вы будете получать на 1-й день урона максимум ну это точнее как вам объяснить вы будете получать урон но он настолько маленький будет то есть у него очень большой урон то есть вот как вы видели 43 единиц 45 по защите по коню но продуктовые пойти собственно но они мы с ними уже встречались они ничего особо не замечательно единственное они сми коня будут пытаться забить это конечно неудачно давайте дадим им мужество для того чтобы они не пытались забить нашего коня а учитывая что мимики не двигаются по сути нам нужно просто забыть рядом стоящих исток на этом наверное мы ими с вами закончили мимики потерял испуг давайте мы дадим замедление для того чтобы не пытался нас убить быстро пока ими а любому сильному сути просто даете исток доброе внимание удар прошел 50 защита не блокирует урон от слова совсем то есть даже если у вас максимальная защита вас все равно рано или поздно пробьют пройдет критический удар который вас пробьет то есть мобы будут бить и они пробьют вас даже если у вас максимальная защита которая вообще возможна они будут все удары промахиваться кроме одного который попадут еще и критическим ударом попадут вот я думаю мы с вами пока на этом закончим И мы остановились, собственно, на 22 этаже. Практически уже скоро на поверхности будем. Поэтому всем спасибо за просмотр. С вами был Андрей. Всем пока. Продолжение следует.